Марин, ты можешь до конца ролика только пройти на раздевание. Мне уже жарко, когда уже? Я вот иду, дайте отмашу. Так, 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 ну что? Всем привет, с вами Айстим! Друзья, и наконец-то после достаточно продолжительного периода отдыха мы вступаем снова в игру. И сегодня я делаю вам очень важное объявление. У нас новый дом! Сегодня мы снимаем на Arena Play, которая находится в Коммунарке. Друзья, сегодня у нас выпуск на бабки. Скинемся все по 5 тысяч рублей, победитель забирает весь куш. Погнали! Сегодня я буду умножать, умножать эти денюжки. Итак, друзья, сегодня мы снимаем 5 челленджей. В каждом челлендже будет вылетать по одному участнику. Каждый сейчас из ребят вкидывает мой шлем по 5 тысяч рублей, чтобы принять участие в этом ролике. Давай, братва! Что, погнали, по пятачку. Так, ну у нас там еще есть Марина. Она будет у нас проходным игроком, поэтому она не скидывает. Деньги в надежном месте. Врываемся в первый челлендж, это пас на пятак. Тот, кто не забивает, вылетает из этой битвы за 25 тысяч рублей. Погнали! Мы уже с Мариной думаем, где пятачок пробудет. У меня штаны спадают, наверное, нормально. Они уже хотят убежать. Марина при виде пятитысячной. Понятно. Уже спадают они. Итак, друзья, у нас сегодня на группе товарищ из Хоккей Блэк, Володя. Посмотрим, если он сегодня заберет 25 тысяч, мы его подписываем в команду. Давай, поехали. Вратарь, можно ловить, если что. Можно на колени падать. Можно, можно падать. Сегодня черный, походу, отхватит клюшку по горбу. Сейчас Юда следующий, короче. Нормально бью? Мне тоже понравилось. У меня ноги замерзают. Мне кажется, это... Бесплатно. Мы ему платим вообще? А можно вот так, когда я буду бить? Пожалуйста, запомни этот... Нет, Юд, сколько ты ему пообещал, скажи сразу. Возьмите, я забью сейчас побыстрее. Катальского, походу, печь не отказала. Катальский. 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 Да мне бы еще шайбу поймать. Я оставлю это даже без комментариев, без каких-либо. Не, ну это необычное, вот это. Как можно? Как можно? Ты не вкидывала бабки. Бабки не скинула, шайба нормальная. Не честно, не честно. Не с парёб. Я тоже не понял, что он так обозлился на девчонку. Ягу на болот. На болот? На болот? Я мистеру Блокер на болот. Оп. Это не все. Ииии... Почти. Нормально. Марин, Марин, все хорошо будет. Скажите, под ключ. Это что, это гол? Не было. Нет, не было. Нет? Нет? Нет. Не надо. Сразу вылетел. Давай, решай. Марин, просто бросай. Сразу. Дай ему. Дай ему. Дай ему. Как-то обидно. Ты с Мариной бьешься. Марин, иди бросай. Ну, какой бы мы челлендж не взяли, исход один. Бросай! Я на минуточку верю. Она скорее хоккей бросит. Марин. Что? Я классно. Скажи мне, что в конце бросков вы обычно делаете? Я не знаю, я ни разу не ходила. Ульт, бешо! Я думал, что до конца там не была. Горозящая была. Итак, после первого челленджа все прошли, кроме Марины. Но, как я говорил, по блане скинуло, это восстало. Да, по блане скинуло. Не проплатила проход дальше, так скажем. Вот, переходим ко второму челленджу. Это будет бросочек сходу. Тут уже нельзя обыгрывать. Будем от синей линии бросать. Ну, и опять такие же условия. Кто не попадает, не забивает, кто-то не проходит дальше и теряет свой петок. Тут уже пошли на денежки игры. Поехали. Прошла. Прошу. Че там у тебя? По идее, не должна была заходить, мне кажется. Что? Нет, не чекушка. Юра, не попасть. Ой, колено чешку. Минус пятак сразу. Все, домой. Ой, йо-йо. Там, по-моему, вот проходная щель. Какая? Сто процентов. Ты размотришь. А я-то тут плечом опять. Он вот так стрелал. Сейчас Дава тоже. Сейчас опять Бачакова залетит, смотри. Ой, йо-йо, уже на колени падает. Еще поборемся с тобой. Ну, ничего, ничего. Не, сейчас я выиграю эту вот мелкую. Так, сейчас есть все шансы пройти дальше, сохранить пятачок, блин, и забрать остальной весь кэш. Ну, я уверен, что заберу. Ладно. Мы уверены, мы настроены на победу только. Только победу, только вперед. Это была реклама заряда. Играница. Сейчас мы возвращаемся. Все. Все, попытка. Домой. И так на лед. Черный, выйди. Ну, можно было бросать. Да ты видел тебя. Продюсер, домой. Напишите в комментариях, что он пользуется своим положением. Он не хочет проиграть. Черышки. Черышка у него там между руками. Домой, домой. Серега не поймал. Я их говорю. Да. Это далось ему тяжело, но он сделал это. Даже со сломанной клюшкой можно обыграть Эмрико. Это гол в шокее. Остальное не важно. Все это расходочный материал, так что он не интересует нас больше. Не, не, он должен забить. Мне надо забить. Я просто профинансировал 5000 рублей на какого-то победителя. Просто я ценой клюшки прошел в следующий этап. Да, больше 5000. Очко. Так нельзя было, Эмрик. Да. Давай я отдам. Давай я отдам. о о о всем спасибо спасибо всем так в этом челлендж у нас вылетел давно потерял свои плюсов остался я yuda Володя и мистер Блэк. Дава, почему я постоянно хочу делать вот так? А ты не знал? Нет. Мы же находимся на арене... Плей! Да ну! Ну да! Друзья, ну а теперь без шуток. Арена Плей официально становится нашим домом. Здесь есть и большая, и малая арена. Вы можете привести своего ребенка от 4 лет к профессиональному тренеру с опытом игры в КХЛ, ВХЛ. Уже в этом году команда Арена Плей будет заявлена на Кубке Москвы. Именно ваш ребенок может прийти, попасть в команду и завоевать этот кубок. Что вы еще сидите дома? Берите ребенка и быстрее в Арена Плей его записывать. Друзья, если вы думаете, что у Арены Плей всего одна площадка в Москве, то вы ошибаетесь. Есть еще вторая, которая находится на Ботаническом саду, и там такие же абсолютно прекрасные условия с новыми чистейшими раздевалками, с прекрасными душевыми и с такими же душевными тренерами. Ну а помимо того, что вы можете отдать сюда своего ребенка, вы сами можете прийти и заниматься здесь хоккеем, так как здесь есть любительская команда. Можно арендовать своей командой как большой, так и малый лед, играть в хоккей 3х3, который сейчас развивается в стране у нас. И именно здесь проходят соревнования по этому виду спорта, хоккею 3х3. Ну а мы в свою очередь хотим сказать спасибо Аренне Плей за предоставленную возможность снимать у них на льду. Следующий челлендж это кроссбар челлендж середины поля. Тут кто не попадает в перекладину, тоже теряет свои 5000, а остальные проходят дальше. Поехали. Наконец-то вратарь нормально стоять будет. За кадром. Как собака. Я уже вижу, он там поехал, поговорил. Первый пока мимо. Мы пока тут обсуждаем, там уже мимо кинут. Там уже люди просто мимо. Там Юда, ну-ка. Сейчас спать домой. Юда, мимо. У меня есть все шансы прокидать пока. Все мимо пока. А ты еще не вылетел? Нет. Нет, пройдите, Рад вверх. Сколько ты раскрошил? Расскажу секрет. Надо бросать с ближней ноги. Шайба летит более точно. Монтажер, в следующий раз, когда я попаду, засунет. А, сука. Рядышком, блядь, почти. Все, после первого круга все мимо. Ой-ой-ой. Выберем туда, куда все попадают. Черный, давай. А знаете, что надо делать? Надо бросать с ближней ноги. Знаете, когда бросать? Знаете, что нужно делать? Не слушать. Черного. Да, и бросать, как кайф. А ты там плохо в кадре получился. Я вырежу. Овши. Вообще, по птичкам. Не, не считается. Не, не, не. Не, не. Мы хоть и отвлеклись немножко, но... Но как бы увидели. Я предлагаю нам... Я предлагаю нам просто встать там друг за другом. И сразу быстренько все. Надо верхнюю руку еще вперед выводить. Вот что забыл сказать. Не бросай с ближней ноги. А почему мы еще не вылетели? Мы же на вылет вроде... Кто не попал, кто-то вылетел. А все, это акционеры главные. Остались. Опа. С дальней ноги бросайте. А я придумала. А давайте... А, я первая же проиграла. Вау, наконец-то! Сюда! Красавчик, Юда. Да не щелкай. Подкидки, подкидки. Рядом! Ой-ой-ой. Как рядом, да? Биби, ладно, нормальный подкидки дает. Не так, чтобы... Наконец-то! Наконец-то! Я чисто вспотел весь. Это было удивительное приключение. Володя, спасибо, что пришел. Занес нам 5 тысяч. Итак, я не думал, что я пройду так далеко. 25 тысяч почти у меня в руках. Но не будем расслабляться. Следующий челлендж. Мы сейчас будем вставать у борта. И запускать шайбу по синей линии. У кого шайба не дойдет по синей линии до другого борта, уйдет в синей линии, тот вылетает. Остался я, Юда и Черный. Погнали! Друзья, ну а пока ребята готовятся к следующему челленджу. Я спешу вам на фоне, что всю хоккейную купировку вы можете найти по самым лучшим ценам в магазине «Матурхоккей». Ссылочка будет в описании. Переходите по этой ссылке. Заходите к ним на сайт. Выбирайте форму для себя, для ребенка, для своего друга. Абсолютно для всех. Передавайте эту ссылку своим друзьям. и выбирайте форму в «Матурхоккей». Синяя линия? Не, не помню, честно. Чистая линия. Чистая линия, синяя линия. Синяя линия – это что-то 18+. Алкогольная, в смысле. А почему мы не вылетаем? А это последняя. Смотри, сам челлендж придумал. И такой «О, я выиграл!» Что это такое игра? Я учусь бросать, чтобы не влетать на халяву. Даже еще и видно. Хорош! Ты первый начинался. Ты первый начинался и всё, да, вылетел. Поздравляю вас с вступлением в клуб акционеров этого выпуска. Мы били себя достойно в соревнованиях. Что Эндрю уже второй раз выходит в финал. Я бы назвал это изи-мания. Он просто умеет биться, пацаны, вы всё неправильно поняли. Линейный продюсер делает теледжи не под себя. Ни в коем случае, ни в коем. Всё, остались мы с Юдой. И бьёмся за 25 тысяч буллиты. Кто первый забивает, тот и забирает весь кэш. Чё, погнали к финальному раунду. Сейчас будут, короче, буллиты, буллиты, буллиты. Так, давай, Юда. Давай. В левую девятку. В левую девятку. От меня. Юда бьёт в левую девятку. Всё, домой. 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 А ты домой пошёл. На левую девятку. Куда заставили? В левую девятку. Давай, говори мне. Я хочу тебе дать задание обыграть вратаря. Неважно, куда ты. Я вообще, да, я уже понял, что хочешь с ним делать. Просто. Просто обей хотя бы. Просто обыграй вратаря там. Окей. Давай так. Твоя задача отправить шайбу низом. Низом? Да, обыграй вратаря. Из разницы как главный низом, да? Низом. Всё, домой. Домой. Сука. Эти 25 тысяч были вот уже в кармане, но Юда их забирает. Обидно. Сука. И это победу. Юда, поздравляю. Изи мани. Изи мани. Изи мани. Изи мани. Хорошо быть лучшим. Ладно, ребят. Я, наверное, в отпуск на пару денёчков. Но к следующим съёмкам буду, думаю. Чё, бабки поднял, можно и съездить куда-нибудь. Ну, ладно, давайте. Встретимся на прощанье. 5, 10, 15, 20, 25 тысяч. Заслуженно забирает Дима наш Юда. Не отдам. Ладно. Внимайся, красавчик. Не боял. На чё потратишь эти бабки? Слушай, поеду отдохнуть куда-нибудь. Да, я думал, на 25 тысяч куда ты поедешься отдохнуть? Слушай, да, в последнее время что-то увлёкся поездками просто. Кому ты ***? Массажкам чуркановым. Предлагаю просто ***. Забрать все бабки обратно тебе по 5 тысяч, да? Димащик 25 тысяч забрал заслуженно. Я не знаю, куда он там потратит. Как он сказал, может быть, отдохнёт. Может, себе новую клюшку купит, потому что он её сломал. А с вами был iSteam на новой площадке. До новых встреч. Всем пока! Пока! Ура! Ура! Пятай!